Запчасти для автомобилей в наличии и под заказ. Магазин запчастей для иномарок на Янаульской 1А. Бутик номер один. Совсем недавно актуальность напоминания правил поведения на льду подтвердил печальный случай. На Кармановском водохранилище погиб мужчина. Прежде, из Пермского края, вероятно, не знал местных особенностей, хрупкости льда на промышленном водоеме, куда сливают теплые воды с местной гресс. Может еще рановато кататься. Пусть промерзнет, как слепает. Просмотр этого мультика – обязательное условие для урока по безопасности жизнедеятельности в преддверии весны. Детям в легкой доступной форме объясняют, что игры на льду могут закончиться плачевно. Занятия такого характера мы проводим в интересной форме. Показываем фильмы, проводим беседы, загадываем загадки, не разгадывают. И за счет этого они запоминают эти правила. Старания специалистов, как правило, не проходят даром. Большую часть из услышанного малыши все-таки запоминают. Мне запомнилось, что если увидишь тонущего человека, нужно звонить на 112. Я запомнила, что нужно веревку крепкую, чтобы вытащить человека тонувшего. В этом году подобные встречи с детьми специалисты Управления гражданской защиты проводят в рамках всероссийской акции с соответствующим названием «Не ходи по тонкому льду». Мероприятия подобного характера мы проводим после того, как нам отправляют заявки в школу. Школа приходит либо к нам в управление гражданской защиты, либо мы ходим к ним. У специалистов есть еще месяц для того, чтобы предупредить всех об опасности выхода на лед. Затем уроки будет давать уже сама природа. Традиционно на конец февраля-начало марта приходится начало паводка. И специалисты не исключают, что в этом сезоне он будет особенно большим. Лариса Мироновича от Исламов. Информационная программа. Время новостей.